Вы засекали, сколько у вас примерно уходит времени на тренировку. Рассмотрим для начала преимущества тренировок, которые длятся не более часа. Высокая интенсивность тренировки, максимальную нагрузку мышцы за минимальное время, что является самым мощным стимулом после тренировочного роста, силой и массой. Высокую ментальную концентрацию на тяжелую работу, чем дольше вы тренируетесь, тем больше устаете. Психологически теряете бойцовский запал. Через час вы будете, как сонная муха, не способны на 100% ментальные усилия по преодолению тренировочного веса. Анаболическое окно – выброс гормонов, ответственных за рост мышц. Именно короткие тренировки открывают это волшебное окошко роста. Длинные же тренировки мышц напрочь прекращают его выбросом стрессовых катаболических гормонов, ответственных за разрушение наших мышц, что и ведет к перетренированности. Запомните, ко всему необычному ведут необычные пути. Короткая по времени интенсивная тренировка мышц даст гораздо больше стимул для роста, чем привычные растянутые по времени низкоинтенсивные. Короткая по времени тренировка мышц дисциплинирует. У вас не остается времени на ненужные разговоры и сплетни. Чем больше времени вы проводите в спортзале, тратя его на тренировку мышц, тем сильнее рассеиваются ваши усилия и энергии. Если в вашем комплексе много упражнений и подходов, то вы будете думать только о том, как бы довести тренировку до конца. При этом не сможете сосредоточиться на самом выполнении упражнения. Главное правило – лучше меньше. Это относится к количеству упражнений и сетов. Кроме того, длительные тренировки мышц, которые продолжаются более часа, истощают вашу гормональную и нервную систему. Это не важно для химиков. Поэтому они и растут от длительных тренировок. Но это совершенно не подходит вам. Возможно, вам будет сложно тренировать мышцы меньше 40 минут из-за переполненного зала. Такая ситуация возможна, особенно в утреннее и вечернее время. Мой совет – либо меняйте зал, либо время от его посещения. Суть любого действия в его эффективности. В данном случае эффективность тренировки мышц находится в обратной зависимости от ее длительности. Это практическое правило, проверенное многими натуральными атлетами. Сомневаться в нем не стоит. Только не думайте, что такая тренировка мышц будет проще стандартной часовой. Дела обстоят прямо наоборот. Такая тренировка очень непростая. Но ведь и цель мы себе поставили на непростую. Вы будете делать тяжелый подход. Отдыхать минуту и делать следующий. Никаких разговоров и самолюбований в зеркале. Только тяжелая работа и стопроцентная отдача. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok